так друзья всем доброго дня сегодня у нас очередная статейка по тюнингу по прибавке мощности после того как я сделал видео про паук 421 и 41 мне сказали а почему-то не упомянул там ни слова не послова про термоленту для глушителя якобы именно термолента может сделать прибавку в чуть ли не в 5 в 10 процентов для мощности двигателя то есть понимаем да если двигатель 100 лошадиных сил обматываем вот термолентой вот этой вот и плюс еще минимум 5 лошадиных сил в общем это из разряда очередного бреда но хорошо я прокомментирую эту термоленту для глушителя для чего она вообще нужна что она дает и так далее и тому подобное смотрите как я говорил в предыдущем видео когда мы ставим паук 421 нам нужно переделывать всю выхлопную систему то есть если вы серьезно тюните свой автомобиль если вы серьезно хотите сделать прибавку в 10 процентов от мощности то есть 10 лошадиных сил например от 100 то есть возьмем у нас двигателя 100 лошадиных сил вы хотите сделать прибавку в 10 лошадиных сил то вам нужно переделывать всю систему полностью то есть вам нужно ставить паук либо там 41 либо 421 это там уже как вы рассчитаете как вам посоветуют нужно убирать катализатор нужно делать другую прошивку нужно ставить другие резонаторы нужно просматривать всю основную трубу глушители то есть возможно менять делать другую толщину там либо 51 трубу ли там 60 какую-то то есть в общем нужно рассчитывать объем ваш двигатель там и так далее и тому подобное и вот на пауки но вот смотрите здесь у нас идет 421 но здесь тоже как бы верхняя часть от 421 до зачастую пауки обматывает вот такой вот термолентой для глушителя давайте сначала пробежимся по плюсом что дает вот я здесь написал вот плюсики первое это звук выхлопа в общем когда мы переделываем зачастую наш глушитель то многие вместо благородного баса добиваются такого звенящего звука потому что как бы делают на штатную выхлопную систему там выбивая катализатор и так далее то есть звук получается такой звенящий когда в газу там вот так вот они нету благородного баса и вот если обмотать такой термолентой она как бы глушит этот звук получается что ну если взять грубо вы кинете металлический шарик об металлу возьмете металлический таз и металлический шарик об него кинете получится эффект колокол такой если вы возьмете металлический таз постели там такую вот ленту и киньте туда шарик такого звука колокола не будет и вот здесь если вы обмотаете этот глушитель то звук становится более такой благородный скажем так но тюнеры в основном делают это да для прибавки мощности из курса физики 8 наверное класса мы знаем что газ он может при нагреве очень сильно расширяться причем если взять например холодный газ и горячий газ при одинаковой массе газа горячий газ будет занимать гораздо больше больший объем чем холодный что происходит из двигателя у нас выходит вот этот газ вот наш выпускной коллектор если у нас коллектор не обмотан он встречается сразу с холодным коллектором и сжимается сжимается становится меньше соответственно объем его уменьшается и отведение газа у нас ухудшается если мы обматываем коллектор вот этой термолентой то когда газ у нас выходит он не остужается соответственно объем его больше что нам помогает быстрее его отводить то есть так как объем больше продувание глушителя у нас становится быстрее я думаю это понятно да если он холодный он сжимается от вот у него уменьшается если он горячий объем больше и просто этот объем давида на основную часть и отходит быстрее надеюсь я объяснил это надеюсь это понятно ну и третий такой плюс это температура подкапотного пространства то есть когда мы изолируем выпускной коллектор температура подкапотного пространства у нас понижается соответственно там пластиковые части ходят у нас дольше аккумулятор именно летом ходит дольше он не перегревается ну это тоже такой плюсик вот из чего делается у нас это термолента она делается из многих материалов вот здесь вот видите они там бывают различных видов там желтые белая такая как бы черная и бронзовые там всякие так далее даже говорят сейчас такого медного цвета есть раньше делались из асбеста вообще эти ленты пришли он к нам из строительства и были асбестовые вот они были практически белые но асбест при нагревании он очень вреден для окружающей среды и для человека когда вы вдыхаете эту асбестовую пыль она у вас оседает в легких там ну в общем его запретили тупо сейчас нельзя делать термоленты для глушителей там для промышленных каких-то из асбеста поэтому это кремнии земные нити это графитовые нити там говорят даже сейчас из лавы типа какой-то делают что-то там расплавляют и наносит эту пыль на лаву дальше она там оседает и получается такой очень прочный слой это вот технологии л.р. вот эти все составы они выдерживают достаточно высокие температуры в 1000 в 1100 градусов то есть глушитель разогревать у нас там от 600 до 900 градусов то 1100 этим нитям нет вообще ничего вот давайте разберемся как правильно их наносить прежде чем их наносить глушитель у нас стоит покрасить но вот здесь вот на картиночке а так распечатал должна быть термокраска и обязательно эта краска она должна быть еще коррозионостойкой то есть она защищать должна глушитель от коррозии это очень важно почему потому что под этой лентой может набиваться там влага соль всякая там пыль и так далее все это будет разрушать у нас вот эту вот часть дальше ленту стоит брать у нас именитых фирм по-моему сейчас такие самые хорошие это немецкие они тонкие они плотные они не махрятся как вот здесь вот видно да такой вот махрица лента вот и желательно ленту брать шириной 40 50 миллиметров то есть 45 сантиметров именно такой лентой удобнее работать на они есть и три сантиметра есть и 6 7 8 сантиметров но вот тюнеры полюбили именно 45 сантиметров именно вот такой ленты и удобно обматывать выпускной коллектор дальше эту ленту замачивают на час примерно в воде после этого мокрую наматывают на коллектор то есть коллектор покрасили мокрый вот лентой вот так вот вы обматываете для чего мокрый она не скользит по коллектору и прекрасно ложится скажем так на поверхность то есть она так прям натягивается очень плотненько и самое важное и и стоит фиксировать вот такими металлическими хмутами и это важно то есть чтобы она не соскальзывала но хмуты я вам советую брать не металлические стальные потому что они ржавеют гниют там распадаются так далее есть такие хмуты там из меди из латуни даже просто некоторые берут проволоку толстую медную так все это дело обматывают чтобы эта лента не соскальзывала с выпускного коллектора какие есть минусы как я сказал что объем газов у нас увеличен соответственно он давит на весь глушитель вот этот объем отводятся они действительно быстрее но они давят и в обратную сторону на выпускные клапана поэтому говорят что выпускные клапана могут страдать то есть это вот нужно рассчитывать нужно считать нужна вам эта лента или нет то есть они могут там немного подгорать то есть температурный режим там уже немного нарушается скажем так ну металл я уже сказал может гнить под этой ленты обязательно обрабатывать краской ну и цена цена от полутора до двух с половиной тысяч за хорошую ленту длиной 10 метров ну а теперь самое важное дает ли какой-то эффект этой ленты или нет знаете эффект здесь на уровне погрешности то есть я очень много читал материала так и нет исследований там точных до сколько дает мощности прирост мощности это термолента для глушителя но как вот все тюнеры приходят к единому мнению что на уровне погрешности то есть где-то 23 процента но скажем так если вы прокачали свой глушитель он у вас сделан там на пауке 421 вы действительно добились 10 процентов мощности то если вы обработаете такой термолентой и вам прибавится еще два три процента то есть уже будет не 10 а будет 12 13 процентов мощности но это уже плюс если вы поставите на штатную выхлопную систему обычный паук если вы обмотаете этот паук термолентой еще раз повторюсь если у вас где-то здесь вот стоит катализатор да то есть магистральный вот вы прибавки мощности можете не почувствовать вообще даже с пауком даже если паука обмотан этой термолентой еще раз повторюсь чтобы почувствовать прибавку мощности нужно переделывать полностью всю систему делать паук убирать катализатор прошиваться ставить другие спортивные резонаторы делать другую трубу обматывать термолентой и тогда да возможно 10 12 13 процентов вы выжмите да друзья и последнее вот сейчас многие меня могут спросить обматывать весь глушитель и либо выпускную вот только выпускной коллектор но знаете обычно рулоны идут по 10 метров то есть это хватает на хорошую обмотку выпускного коллектора и всем рекомендуют обматывать именно выпускной коллектор основной основной глушитель можно не обматывать почему потому что остывание газа все равно идет и дальше это будут там ну какие-то прям пол процента процент прибавки мощности если вы обмотаете полностью весь глушитель важно обматывать сам выпускной коллектор то есть обмотали выпускной коллектор остальное можно уже дальше не мотать но если вы хотите еще там полпроцента до прибавления мощности там да ну можно весь обмотать но сами подумайте две с половиной тысячи отдали вот за эти 10 метров и чтобы обмотать весь остальной глушитель нужно еще отдать будет там два раза по столько что еще тысяч пять будет а эффекта от той обмотки может и не быть причем нижние вот эта часть она может царапаться там об неровности наших дорог рваться там но это очень геморрой на поэтому есть смысл обматывать только выпускной коллектор вот такое вот видео получилось такая статья я думаю теперь вы поняли что такое термолента для чего она нужна на этом все друзья всем пока будет еще много интересных видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки все друзья всем пока